КОСМИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ СУТОК КОСМИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ Небесное блаженство. Так, ну что ж, надо проверить доску подсказок. Ну раз надо, так надо. Так. Ух ты. Цветок не от мира сего. Ну что ж, поехали. После нашего недавнего разговора я внимательно изучил формулировку пророчества. В термине «цветок не от мира сего» слышится противоречие. Только подумайте, если цветок не от мира сего, то его и увидеть нельзя. А если его можно увидеть, то он не подходит под описание пророчества. Поэтому я считаю, что ответом на загадку не обязательно должно быть реальное растение. Но должен заметить со всем уважением, что придумавший эту загадку, возможно, не знает всех растений в мире. И я бы сказала, что никто не смеет утверждать, что знают их все. С этой точки зрения вы могли бы подумать о каких-то редких растениях, как о потенциальных кандидатах на ответ. Список редких растений прилагается. Я добавила краткое описание к каждой записи. И надеюсь, что один из них и является ответом. Желаю удачи, Дигнари. Хм, как подобает истинному ученому. Ну что ж, спасибо ему. Дальше у нас письмо Альведа. Вряд ли цветком мне от мира сего может считаться существующий вид или искусственно выведенный гибрид. Учитывая это, я считаю, что мы должны мыслить нестандартно. Проанализировав все, что я узнал за эти годы, я сделал свой вывод. У Сахарозы также есть некоторые догадки, которыми она со мной поделилась. На данный момент, когда я пишу письмо, она еще не определилась с ответом. Поэтому я не буду раскрывать свой вывод прямо сейчас. Можем подробно обсудить его при встрече. И я надеюсь, что все остальные тоже принесут свои варианты. До скорой встречи, Альведа. Ну, вроде бы написал письмо, а по сути ничего полезного тут нет. Ладно. Сахароза. Странно опускать письмо в почтовый ящик в собственное изготовление, но у меня и правда есть свой ответ. Сначала я подумала, что цветок, созданный с помощью алхимии, будет не от мира сего, как сказано в пророчестве. Но поразмыслив еще немного, я поняла, что под описание больше подойдет не искусственно созданное растение, а имеющий форму цветка механизм из алхимических составляющих. Вот мой вывод. Это часы в форме цветка. Длинная жизнь проносится мимо часов, оставляя за собой трепещущие лепестки. Проходящие годы вырошат листья, подталкивая стрелу времени вперед. Сахароза. Интересная мысль, кстати. Но мне кажется, почему именно часы, почему не какой-нибудь там просто артефакт? Я же артефакт в виде цветка, да? Цветок жизни. Почему бы нет? Так, что там еще у нас есть? Проводник, что с пути не собьется. Каждый в этом мире порой может заблудиться, но хранящий в сердце неугасимое желание помогать людям и направлять их на верный путь может стать кораблем, чье странствие среди волн не кончится никогда. Я еще не делала предсказания на этот счет, но у меня есть предчувствие, что я вместе со всеми засвидетельствую истину, стоящую за пророчеством. Посему, пожалуйста, позовите, когда придет время. Я обязательно помогу. Мона. Окей. Я долго думала об этом. На самом деле, до того, как вы пришли ко мне, я и представить себе не мог, что буду играть в этом какую-то роль. Но, как вы все знаете, я, вероятно, не гожусь на то, чтобы направлять других. Я не очень-то силен и все еще пытаюсь улучшить свои отношения с этим миром. Если спросите, кто может стать подспорьем в вашем деле, то я отвечу. Моя приятельница Фишель и ее подруга, астролог Мона, многое знают и смелы по натуре. Надеюсь, они вам помогут. Таков мой ответ. Желаю удачи. Беннет. По желанию и удачи от Беннета, это звучит немного иронично. Хе-хе. Проводник. Слишком громкий титул. Мне куда больше по душе быть другом для каждого из вас. Я хороший собеседник и буду рада выслушать любого, кто почувствует себя в растерянности. Если использовать аналогию, я как факел в ночи, который будет освещать путь, пока не угаснет. То, что написано ниже, не предназначено для Калеи. Если ты это читаешь, то немедленно отвернись. В последнее время я обеспокоюсь о Калеи. Она оправилась от болезни, но выглядит не очень бодро. Кажется, будто она... будто она еще не может отпустить свои печали. Позвольте мне высказать здесь мое пожелание. Пусть Калеи сможет раскрыть тайну пророчества и найти свое счастье. Я надеюсь, что останусь ей другом, где бы она ни была и кем бы она ни стала. Мы не спасительницы и спасенные, а просто хорошие подруги. Блин. Такое трогательное письмо, на самом деле. Она так за нее волнуется. Какая она все-таки хорошая-то, Эмбер. Надо будет дружбу с ней докачать. Как-нибудь... О, Мика. Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Я могу подсказать верную дорогу, только когда речь идет об ориентировании на местности. А на жизненном пути я словно потерянный ребенок, которого всегда направляют другие. Но после вашего вопроса я сразу понял, чем могу помочь. Я попробовала нарисовать карту растительности для Тигнари и Калеи, а также график наблюдения за драконом для Сайна. Они приложены к этому письму. В ближайшие дни я буду занят патрулированием с капитаном и подготовкой карт для Лизы. Поэтому я могу только поддержать вас своими добрыми пожеланиями. Приношу свои извинения. Надеюсь, что карты и график помогут вам. Мика. Да, зачем же он извиняется-то? Наоборот, он целую карту составил, график. Вообще молодец, хороший мальчик. Так. Ага. Устаж, что не лгут. Интересно, кто там, что там. О. Все-таки я считаю, что Сайна немного врет. Вы не ошиблись, предположив, что ложь мне не свойственна. Угу. Это связано с моим происхождением. Я житель пустыни, выросший в академии, поэтому мне не доверяют. А если бы я еще и лгал? В результате я научился говорить поменьше и только то, что действительно необходимо. Пытаться раскрыть тайну, скрывающуюся в пророчестве, может быть опасным делом. Если вам нужен человек, который никогда не врет, я могу присоединиться к вам, Сайна. Вообще-то, если подумать, то даже вот шутки, которые он шутит, можно посчитать враньем. Если вот прям строго рассматривать. Ну, не суть. Давайте сразу проясним. Я не гожусь на роль того, кто никогда не лжет. Услышав ваш вопрос, я задумалась о прошлом и вспомнила множество случаев, когда я лгала. Я часто придумываю отговорки, чтобы избежать занятий в хоре. А иногда я лгу для того, чтобы чувствовать себя счастливее или чтобы от чего-то отказаться. Самая хорошая ложь, которую я когда-либо придумывала, предназначалась в арке. Будь то, я не хочу оставаться в Монштадте. Он ответил другой ложью, и это был его совет для меня. Он сказал, ты не приспособлена жить ни в каком другом месте, кроме Монштадта. Я не могу стать ответом на этот вопрос, но я предлагаю подумать о том, что значит никогда не лгать. Идет ли речь о любой нечестности или лишь о лжи со злыми намерениями? Жаль, что и не так, кого вы ищете, но я верю, что найдется тот, кто соответствует вашим требованиям. Удачи, Розария. Мне, кстати, нравится подход очень. В принципе, я примерно так же делала в свое время. Потому что люди действительно не могут лишний раз просто отстать, и им вечно что-то от тебя надо. А мне это не надо вообще. Ну да ладно, что-то отвлеклась. Во, письмо Рейзера. Я попросил наставницу Лизу написать письмо. Оно лучше, чем те, что получились у меня. Спасибо ей. Большое спасибо. Я не вру. Я тебе верю. Приходи, когда я тебе понадоблюсь. Буду ждать. Рейзер. А, то есть он все-таки скооперировался с Лизой. Ну что ж, понятно. Легенда, у которой нет конца. Легенды создают люди. Никакая легенда не будет существовать вечно. И все истории когда-то закончатся. Но покуда хорошая история живет в сердцах, ей не будет конца. Такой вывод я сделала после прочтения множества разных книг. Удачи вам, милашки. Лиза. Мама пишет путеводители. А вот кто-то из ее подруг сочиняет сказки. Кли слышала, что сказка, на которую автор потратит почти всю жизнь, точно будет хороша. Кли. Понятно. О. Думаю, что легенда, которая никогда не заканчивается, должна быть наполнена надеждами и мечтами. Тогда люди станут передавать ее друг другу, и она будет важна для каждого, кто ее коснется. Меня когда-то очень вдохновляли такие истории. Поэтому я думаю, что буду придерживаться этого ответа. Колее. Так что это было сейчас? Ладно. Неважно. У нее получилось написать письмо. Она молодец. Я что, все прочитала, нет? Да, я все прочитала. Ну что ж. Давайте поговорим с Сахарозой. Обязательно с Сахарозой можно с Колей поговорить? Нет? А? В чем разница-то? Они в обе тут стоят. Все равно будем вместе разговаривать. Ну что-то. Ну что-то. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я выяснила, где он Да Вы выдумываете историю о том, как нашли место, гадая полутора Слышь, ты всегда видишь решение, что это очень круто Нара, ты можешь мне подчиняться? Следуйте за мной Оу, шифку на лампу, я вступаю К звездам и безднам Ну или куда там надо Так Ага Ладно Где там у нас этот светильник Опять он кряхтит, да шо ж такое-то Ага Казая Умм Ко-ку-ни-нампу-а-най-ми-тай-да-й-да-й-да-й-о Ага Лоле-доле Као-у агер-у Боже, да ответ Да нет, вряд ли. Еще тут написано, теперь пришло время заклинания. Паймон, взгляни, тут заклинание. И правда. Ага. Наверное, все останутся живы-здоровы. Хе-хе-хе-хе-хе Тут не было этого острова И день наступил, ну нормально, че Хороший вопрос Те-хе-хе Те-хе-хе Те-хе Те-хе-хе Те-хе-хе Все внимательно следят за тем, как Альбедо тщательно исследует пространство Что они там делают? Ну, Мона, понятно, гадает, где там что-то ищет в кустах, начинай Пасто聞いた感じ,筋在通っているように聞こえるけど… Как это? Слышно, Альвето! Вы должны обеспечить его. Так, так же. Как вы, как вы, как вы? Муна, вы как-то сделали? Муна, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы. Муна, ты, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы. Спасибо, Крэйちゃん. Но я не думаю, что это не было. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что это не было. Но я не знаю, что здесь нет. Мне кажется, что я не видела. Если ты не знаешь, что это не значит, что... Это не значит... Мона дрожит Она ощущает присутствие какой-то невероятной силы Что тут происходит вообще? Что-то плохое? Масака Нани? Уэээ! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok